На сегодняшний день в анапских лагерях оздоровились 20 103 ребенка. В избежании вспышек заболеваний усилен контроль за состоянием здоровья детей. Каждого прибывшего ребенка осматривают медики. Еще один важный вопрос – безопасность на воде. По информации госинспекции по маломерным судам, из 98 проверенных пляжей к эксплуатации допущено 75. 23 пляжа проверку не прошли. Среди них и один детский – пляж-санаторий Приазовец, в котором сейчас находятся дети. Екатерина Боровская поручила подключить природоохранную прокуратуру. На пляжных территориях общего пользования без нарушений. Время проверки мест купания в предстоящих лагерях замечаний не выявлены. Прокуратура совместно проверяли сляжи. Замечания все доведены до пляжа. Существенных замечаний по купанию и по пляжной территории выявлено не было. Также Сергей Стариков опроверг информацию, которая распространяется в сети интернет о ненадлежащем состоянии пляжей и большом количестве утонувших. Якобы 14 человек только за выходные. Довожу до вашего свидания. На сегодняшний день погибло на водных объектах 8 человек. Из них 4 утонуло. 4 человека – это инсульты, инфаркты, а не к утоплению отношений нет. И 4 человека – это чистое утопление. 4 человека – это взрослые люди. Утоплилили все четверо купания в штормовую погоду и все четверо в декретном состоянии. Я еще раз всегда довожу, что человек на море никогда не утонет, если он будет соблюдать меры безопасности. Впереди еще одна здравительная смена. Заместитель главы города Екатерина Боровская поставила задачу не снижать планку, провести последний летний месяц на высоком организационном уровне. Продолжение следует...